Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которую дублируем аналитику проектов. Также мы добавили ссылку на Notion, переходите, чтобы ознакомиться детальней. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и, конечно, подпиской. Коллеги, я сегодня расскажу про дорожную карту проекта Chisus, чтобы мы все были в курсе, как проект развивался и что он себя будет представлять в ближайшее время. Мы посмотрим ретроспективу с 2020 по 2022 год и перспективу развития на ближайшие кварталы 2022 года. Итак, проект был запущен в третьем квартале 2020 года. Тогда была подобрана команда, проведен аудит протоколов и началась разработка самой платформы. Уже в четвертом квартале 2020 года запустились на DeFi Rating, обновили трейтинговую систему по LP, добавили дополнительные функции для менеджмента на платформе и добавили также трекер статистики Return on Investments, чтобы можно было в дашбордах отслеживать, как и что работает. Первый квартал 2021 года начался с протоколов, которые влияли бы на то, как подгружается рейтинг. Добавились возможности работать с протоколами ETC и BCS. Также мы смогли добавить Glossary и обновили центр Research. Во втором квартале 2021 года помимо добавления основных функций, которые влияли на отслеживание токенов, добавилось также сканер прибыли и расширение на Solana. В третьем квартале добавился парсер с Uniswap и мы стали способны отслеживать самые продаваемые токены. Также в профит сканер добавились ERC20, BIP20 токены и также репорты по владельцам и ходлерам монет. Так прошло развитие NFT проектов. Была запущена бета-версия, которая позволяла трекать некоторые портфолио и также мы начали разрабатывать калькуляцию налогов для того, чтобы в дальнейшем включить это в дашборд. В четвертом квартале 2021 года добавили дополнительные протоколы. Произошло обновление аналитики Uniswap, также значительное обновление в отслеживании NFT-шек, продаже токенов и агрегаторов. Также мы запустили полноценно трекер отслеживания запуска NFT-проектов. В первом квартале 2022 года планируется протестировать трейдинговый бот, который будет давать информацию по обмену тех или иных монет и их истории. Обновление портфолио NFT и также продолжение работы с калькуляцией налогов для дашборда, чтобы была более полная и понятная информация. Из важных обновлений также работа с Solana для того, чтобы улучшить интеграцию с проектом и отслеживать те проекты, которые ориентированы на покупку либо продажу определенных массивов токенов для того, чтобы каждый участник мог отследить через дополнительное расширение. Второй и третий квартал 2022 года направлены на улучшение функций дашборда, на подключение Polkadot и Kusama, улучшение аналитики и продолжение работы с калькуляцией таксов для того, чтобы эта функция полностью заработала внутри дашборда и была доступна всем участникам платформы. На этом долгосрочное планирование пока что закончено, разработка ведется очень активно. Если есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Да, спасибо большое. Так, сегодня я расскажу про протокол кредитования Apricot. Он основан на Solana. Сам выпустился с октября 2021 года и цель это увеличить доходность пользователей, параллельно защищая от рисков. Компания предоставила клиентам три новые функции и все они предоставляют пользователям разные услуги в рамках комплексного проектного кредитования на DeFi. то есть это Apricot Land, Apricot Crossfarm и Apricot Assist. Apricot Land отвечает за направление кредитования и с его помощью одни пользователи проекта могут получать займ и другие проценты на свои цифровые активы. Благодаря функции Apricot Crossfarm клиенты компании получили возможность совершать операции с пользователем кредитного плеча. Для снижения рисков первое время пользователям будут доступны пары только со стекло-коинами, то есть это криптовалюты, курс которых привязан к пиатным деньгам. Однако в будущем будет расширен ассортимент. Apricot Assist – это инструмент, который защищает инвесторов от финансовых потерь. И с его помощью пользователи могут выбирать, когда продавать или когда покупать залоговые активы. И также по объему это лучше всего делать. И ранее проект прилег инвесторов. Это будет 4 миллиона долларов для своего развития. Кроме этого, он пришел аудит со стороны специалистов, а также подписал контракт о сотрудничестве с несколькими другими компаниями в сфере безопасности смарт-контактов. И Apricot Assist – такое понятие у них есть. Это фоновая программа, которая постоянно отслеживает использованный лимит займа вашей учетной записи. И когда использованный вами раздел «Заимствование» настигает уровень срабатывания, Apricot Assist может помочь вам автоматически продать или выкупить ваш токен на вашем депозите для погружения доложения токенов. Также вы можете установить Apricot Assist в вашей учетной записи. И в настоящее время существует версия Apricot Assist 1.0. И в последующем будет выпущена версия Apricot Assist 2.0. В настоящее время Apricot Assist может помочь продавать и выкупить любой токен на ваших депозитах, и чтобы погасить ваш долг в стабильной монете. Apricot Stimulator – это как будет помощь, и он будет показывать вам точные операции, которые будут выполнять Apricot Assist, когда он срабатывает. Также вы можете изменить уровень, и чтобы посмотреть, как он работает с соответственным еще образом, и поменять какой-то план. Также в следующей версии будет, как я говорила, Apricot Assist 2.0. Он уже может погасить именно нестабильные токены, которые вы покупали. И, то есть, если вы одолжите какой-либо нестабильный токен, текущая версия 1.0 не сможет вам этот токен погасить. Общая сумма займа. Если превышает максимальную сумму займа, ваш учет на запись может быть ликвидирована, и расчет максимальной суммы займа документирован в файле. Пользователи не могут брать займ сверх суммы безопасного заимствования, иначе вас просто заблочат или ликвидируют запись, что-то я как говорила. Однако сумма залогов падает или земные активы растут в цене, счастливый займ может превысить 90%. И вообще, что такое чисто депосит, это сумма, которую вы вложили, и это считается также вкладом. И плюс еще нужно вычислить сумму, которую вы и заняли. В принципе, также есть компании в Телеграме, Ютубе, и есть небольшая информация на Чизосе. В принципе, это будет и все. Так, сегодня у меня будет обзор по одному из проектов, запущенным на блокчейне Solana. Это платформа DexLab Finance. Зайти на нее можно по ссылке dexlab.space. Затем нужно будет присоединить свой кошелек. Чтобы его присоединить, нужно здесь нажать кнопочку Connect Wallet, и затем присоединить ваш Phantom Wallet. В принципе, я рассказывал, как его настроить. Нажимаем здесь, выбираем из всех доступных кошельков Phantom Wallet. Затем нужно будет ввести локальный пароль. И подтвердить вход, то есть по аналогии с MetaMask. Если уже кто-то пользовался MetaMask, как я говорил, в принципе, проблем не возникнет. Здесь все аналогично, просто чуть-чуть другой дизайн кошелька. После этого вы окажетесь на платформе DexLab Space. На самом деле здесь такая же децентрализованная технология по организации торгов, но под капотом немножко другие алгоритмы создания рынка. Как это работает? То есть есть прям полноценная биржа со стаканом, с ордерами, которая полноценно работает на платформе Solana. То есть она полноценно децентрализованная. Для того, чтобы выставить, для того, чтобы сделать какую-то сделку, то есть можно либо продать по цене рынка, либо продать по, то есть можно сделать лимитный ордер, то есть по какому-то, ну, по определенной цене. Вот, и также здесь можно ознакомиться с стаканом сделок. То есть если вы хотите, допустим, продать токены, то вы выбираете цену, по которой вы хотите продать, либо, допустим, выбираете по текущей, такой текущей ордер, выбираете количество токенов Solana, чтобы продать, и количество токенов VCC, чтобы купить. То есть здесь можно увидеть количество от вашего баланса. Но есть чуть-чуть более простой функционал, то есть для тех пользователей, которые не являются профессиональными трейдерами, в принципе, он будет работать то же самое, то есть под капотом так же сам будет ехать, но будет более для пользователей, которые уже привык пользоваться DEX-ами функционал. Здесь есть вкладка SWAP, тоже на нее заходим, выбираем токен, который хотим купить, токен, который хотим продать. Здесь будет небольшая комиссия в размере 0,22%, и затем можно совершить трейд. Нужно сказать, что данная платформа DEX-LAB поддерживает, ну, в принципе, уже на блокчейне Solana запущены основные альткоины, которые на рынке, то есть там есть топ-100 coin market cap, в принципе, есть почти все. Можно найти все альткоины, там, начиная от Compound, заканчивая AVI. Ну и плюс самые основные стейблкоины, такие как USDC, USDT, DAI и остальные. Также на платформе DEX-LAB.fns проводятся различные IDO, то есть можно поучаствовать. Для того, чтобы поучаствовать, нужно перейти в раздел IDO, посмотреть, какие требования к вайтлисту, и затем поучаствовать, то есть выполнить требования. То есть где-то, допустим, нужно сделать ретвит в Twitter, где-то нужно просто заклеймить или купить какое-то количество токенов, держать их, где-то просто поучаствовать в лотерее, то есть ставить свою заявку, где будете случайным образом выбраны. То есть у всех разные требования. То есть здесь можно посмотреть статистику по предыдущим IDO. Нужно сказать, что все они закончились совершенно успешно. И два IDO у нас upcoming. То есть в ближайшее время они будут запущены. Следующий раздел – это раздел Staking. То есть платформа DEX-LAB – это целая экосистема с рядом своих продуктов, и как бы объединяет всю систему. Свой Гарнаст токен DXL. То есть на данный момент Staking поддерживается только в рамках одного токена DXL. Можно поучаствовать. Чтобы поучаствовать, нужно нажать на кнопочку Participate in Staking. Вы будете с ним перенаправлены на отдельную платформу, где нужно снова подключить ваш кошелек Phantom, либо другой кошелек, которым вы пользуетесь для доступа к блокчанию Solana. Вот. И затем же стейкать свои токены DXL. То есть здесь уже платформа DXL позволяет… У нее есть продукт свой стейкинга. То есть стейкинг делится по сезонам, где можно застейкать их Гарнаст токены и получить на них прибыль. То есть это работает по типу деривативов, где можно застейкать токены и будет известно… То есть будет определенный стейкинговый пул, на который будет выделено определенное количество токенов DXL, которые будут заменчены через некоторое время. То есть, в принципе, работа достаточно интересная система, и, возможно, сейчас очень хорошая есть возможность как раз таки пофармить токены DXL, поскольку они были недавно запущены, и, возможно, еще не совсем приобрели свою рыночную цену. Сама платформа DXLab Space достаточно подробно продокументирована. То есть вся информация по поводу платформы доступна в документации по ссылке docs.dxlab.space. Для того, чтобы прочитать ее, то есть нужно перейти по данному URL, который вы видите на экране. То есть здесь можно прочитать информацию подробную по всем продуктам, найти также информацию по API. Сейчас чуть позже про это расскажу. То есть, в принципе, как я объяснил, что здесь есть DX и трейды, но интересно, что сам DXLab Finance берет, то есть это не их ин-хаус продукт, как я понял, а они берут white-level решения от проекта Serum. То есть если перейти на биржу Serum, то проект Serum, то можно увидеть, что в принципе Serum это такой кардинал платформы Solana, который запускает, то есть у которого под его управлением находится несколько децентализованных кошельков. То есть здесь можно их увидеть по ссылке portal.projectserum.com. То есть мы здесь видим, что ряд DX, допустим, платформа Slope, кошелек Slope, которым я пользуюсь для доступа к платформе Solana на мобильном кошельке, то есть на мобильном телефоне. То есть там же также реализован функционал обменов, и все это доступно именно через Project Serum, но преподносится так, как будто это Slope сделал свой продукт. В принципе, достаточно тоже интересно. И самое главное, что все это работает, в документах как раз таки описано, что вся система организации рынка, она работает именно по принципу ордербука. То есть, как я говорил уже во вчерашнем своем репорте о том, что данная платформа, данный блокчейн Solana, он поддерживает достаточно дешевые и быстрые транзакции с очень быстрой генерацией блоков, то есть более одного блока в секунду у них, более двух блоков, точнее в секунду генерируется, и очень дешевые транзакции. То есть за счет этого, в принципе, не стоит вопрос масштабируемости и не стоит вопрос в оплате за каждую транзакцию внутри сети, поэтому можно даже по принципу ордербука организовать рынок. Если мы, допустим, сравним, не знаю, платформу DexLab, условно говоря, рыночный механизм биржи Serum, то есть на бэкэнде это все обрабатывает уже Serum, а с платформы, допустим, Uniswap, то у Uniswap есть алгоритмическая модель организации рынка, то есть на основе спроса и предложения и баланса токенов пуля, то здесь на платформе, вернее, на платформе DexLab Space Slash Serum здесь рынок организован с помощью ордербука, то есть в принципе как раз таки более такая, более прямая модель спроса и предложения, то есть без различных понематических формул. вот, и также на платформе DexLab.Space можно найти информацию по API, что это такое, то есть здесь можно найти API по тому, как создать, то есть как получить доступ через программный интерфейс к различным трейдам, то есть каждый разработчик может создать свою платформу и подключиться к ней через DexLab.Space, то есть словно говоря, если он хочет сделать какое-то там свое приложение, которое будет более удобно, либо заточить под себя приложение, которое будет совершать какие-то торги, либо написать бота, то здесь все это прописано о том, как, допустим, получать через API доступ к ордербуку, выставлять заявки, получать информацию, вот, то есть как я понял, что на данный момент я немножко ошибся, что сейчас на данный момент выставлять прямо нельзя ордера, но можно получать информацию через REST API, то есть, допустим, можно получить информацию через API по тому, как работает ордербук, где мы, можно дать запросы и получить, допустим, информацию по последним ордерам в удобном формате для уже использования где-то в разработке. То есть, допустим, если мы переходим в раздел Trade и видим ордербук следующим образом, сейчас прогрузится страничка, то после этого то как бы не очень удобно будет подключить, точнее, не очень будет удобно отсюда спарсить информацию и затем ее использовать для каких-то своих целей, допустим, для какого-то информационного сервиса, либо для сервиса аналитики информации, вот, допустим, вот, как я здесь вижу. Если мы будем брать информацию через API, то это будет предоставлено, допустим, в виде списка либо какой-то массива данных, который уже в будущем может быть обработан так, как угодно трейдеру либо разработчику. Вот, то есть, в принципе, для рядового пользователя, который только недавно начал пользоваться платформой Solana, очень удобно функционал Swap, то есть, все очень работает прозрачно, быстро. Я уже провел несколько транзакций, допустим, вот, обменял некоторое количество токенов Solana на USDC, просто для теста. Транзакция была подтверждена буквально в миг, то есть, мы видим, что там буквально пару секунд заняло, и комиссия составила, как мы видим, очень низко. То есть, при цене 114 доллара за один токен Sol, то есть, мы заплатили очень-очень мало, то есть, меньше одного цента за транзакцию. И обмен произошел очень быстро. Но также нужно понимать, что здесь есть небольшая комиссия. И, как я уже говорил, поскольку DexLab Space берет трейдинговый функционал от Serum, то, если пользователи, то есть, здесь в документации как раз таки прописано, если пользователи будут использовать, если пользователи будут держать токены Serum на своем кошельке, то в таком случае у них будет возможность снизить комиссию за саму, вот, здесь SwapFist на 22%, то есть, чем больше токенов они держат, тем будет больше у них скидка. То есть, все это тоже прописано в whitepaper, точнее, в документации, где можно найти уже подробную информацию по поводу того, как будет это все организовано. Вот. Также нужно понять, что DexL Tokenomics по распределению это 20% уйдет mining pool, а также 15% ушло на marketing community, то есть, в команду уйдет 15% всех токенов и также 10%, то есть, 25% уйдет на команду, в принципе. Из них 15% это на, то есть, от этих 25% это на стимуляцию разработчиков, то есть, это не совсем прямо на команду, а на тех пользователей, которые будут, разработчиков, которые будут в блокчейне Solana создавать новые приложения, в принципе, без которых сама сеть не будет иметь смысла. Вот. И поскольку на команду уходит 10% чистыми, то, в принципе, могу сказать, что это достаточно адекватный показатель. Вот. И сам токен и сама сеть являются полностью масштабируемыми, и у нее есть много очень возможностей для развития новых дистанционных приложений. В принципе, мне на этом все. Всем спасибо. Сегодня я расскажу про Serum. Serum – это инфраструктура для финансирования портоколов, построенной в экосистеме Solana. Протоколы с любыми другими функциями выигрывают от отправки своих предложений в центральную книгу лимитных ордеров Serum. Serum был основан самым Backman Freedom и командой FTX Exchange в августе 2020 года. То есть, Сэм сам уже основал эту платформу. То есть, также основал FTX, и также он является директором и основателем Lameda Research. На свете популярного роста DeFi пользователи и разработчики были ограничены высокой стоимостью газа и медленными транзакциями. Цель Serum стояла в том, чтобы решить эти проблемы и улучшить проблемы централизации эффективности кументала и сегментации ликвидности. Поэтому, в принципе, он был запущен и стал одним из первых крупных проектов с открытым исходным кодом. Serum считается чистой формой DeFi, который работает на блокчейне Solana, и это делает его хорошо масштабированный, дешевым и быстрым. В принципе, это является его преимуществом. И она полностью децентрализирована вплоть до протокола и работает на кастодиальной бирже. Несмотря на то, что Serum является родным для Solana, он полностью совместим с Ethereum и Bitcoin, что является тоже преимущественным, потому что по сравнению с Binance Dex, Uniswap, Binancer, это является плюсиком. Потому что помимо токена ERC-20, которые в настоящее время предлагают большинство платформ, по-моему, Serum может предложить нечто большее. Также Serum позволяет различным предложениям и участникам совместно использовать промежуточные по в одном месте. И программа в прошлом году «Команда» разработала ряд предложений для проверки концепций. То есть это были интерфейсы, пуы. И в то время как инициативы продемонстрировали потенциал Serum в продажающей эко-системе, долгосрочное внимание всегда было сосредоточено на том, чтобы удовлетворить предпринимателей для создания своих собственных продуктов. Также у них есть собственные стокены, которые равны 3,20 доллара на вчерашний день. И он называется TRM. TRM – это токен для управления Serum, который основан на обучении сланок. Он также имеет версию в Ethereum или ERC-20. Также было выпущено около 10 миллиардов токенов в качестве максимального количества на начальном этапе. Но это сумма может вырасти. И он может вырастать на 15% ежегодно. И это дает владельцам возможность управлять экосистемой. Хотя большинство компонентов считаются неизменяемыми, но некоторые параметры, например, будущие сборы, могут быть изменены посредством голосования. Вообще токены в основном цель их удержать или заблокировать. То есть это сделано для того, чтобы команда работала долго. Также SERM поддерживает кросс-цепочку, что позволяет обмениваться активами из разных блокчейнов. И это контраст с другими протоколами, которые требуют, чтобы стороны разрешали обмен между цепями. Также еще по поводу токена SERM-BTS, это служебный токен, цена, которая привязана к базовому активу или к платформе BTS. А между тем SERM-USDT есть такое понятие, это уже стабильная монета, которая следует за токенизацией как RC20. И основные функции токена это снижение комиссий, награды за стейкинг, сжигание токенов, управление и снижение и так далее. В принципе, могу рассказать подробнее. То есть сжигание токенов, это могут что-то использоваться для оплаты комиссий на платформе SERM, а стейкинг, то есть для каждого угла стейкинга потребуется определенное количество самих токенов. И в каждом из лет должно быть не менее 1 мега SERM. Сжигание токенов, то есть держатели токенов могут участвовать в процентах покупки и сжигание за 100% чистой комиссии. И также предлагается, что сам токен будет иметь онлайн ончейное направление. Также преимущество самой компании, как я уже там говорила немножко, являются низкие затраты салана в сочетании с ликвидностью SERM, которая подкрепляет некоторые крупные маркетмейкеры, включая Meda и Jump. И также держатели самого токена выиграют, когда проект оставляет ликвидность и объем в SERM и DEX. Также сама платформа есть, там вот видно, в Telegram и Twitter, они скручиваются, и можно им написать, что на почту они ответят. И также есть небольшая информация на Чизусе. Вот в принципе у меня все. Сегодня я рассмотрю проект Solan Finance. Данный проект позволяет децентрализированно давать свои активы в долг, а также брать их в займ под обеспечение. В принципе для DEX рынка это не новый продукт, а скорее новый продукт для самой сети Solan. всего на данной платформе предоставлено 890 миллионов долларов и открыто долговых позиций на 359 миллионов. В принципе цифры вообще не впечатляющие пока что, но нужно учитывать, что на данный момент платформа работает несколько месяцев всего лишь, плюс сама платформа Solan она еще возможно и так не достигла пика своих юзеров. Но на данный момент уже поддерживается 17 активов, что в принципе очень плохо для растущей платформы. Перейдем к обзору предложения. Чтобы перейти в приложение, нужно нажать на кнопочку Get Started. Затем перейдем на сайт Solan.finance.dashboard и нужно будет подключить свой кошелек Phantom. То есть здесь мы увидим подобную картину, то есть стандартный дэшборд с пулами. В принципе здесь мы увидим пулы, где можно предоставить свой актив. И еще что интересно на данной платформе, то есть сразу уже показывается, сколько всего предоставлено, сколько активов, насколько активов открыты долговых позиций. Ну то есть допустим я вижу, что в данный момент самый активный, точнее не знаю, самый активный токен является USDT, а также USDC. То есть мы видим, что всего было предоставить 58 миллионов USDC, 65 миллионов USDT, и из них из 158-190 были взяты в заем. То есть из USDT 52 миллиона, то есть использование активов достаточно эффективное. И платформа показывает и квалифицирует данные активы как пользующиеся высоким спросом и, следовательно, дает высокий API на них. То есть допустим еще мы здесь видим USDT, тут 11%, но нужно понимать, что из них еще будет дополнительно Mining Rewards. Я чуть-чуть позже про них расскажу. Да, то есть мы здесь видим то есть ряд активов, которые можно предоставить под проценты на данную платформу. Ну и плюс здесь мы видим Supply API и также World API. То есть мы здесь видим те активы, которые, то есть чем меньше использование активов, тем дешевле брать его в займ. И, естественно, есть, допустим, такие токены, как Token Rai, у которых использование составляет почти 80, больше 80 процентов. То есть здесь 64 процента стоимость займа данных токенов годовых. Вот. Как вообще пользоваться платформой, как открывать заем? То есть первое, что нужно, первое на первое, это подключить ваш кошелек, затем получить на ваш кошелек тот токен, который вы хотите предоставлять. Ну, то есть, условно говоря, если это там токен USDC либо Solana, то его нужно предварительно купить на какой-то бирже, либо DEXI обменять, получить на ваш кошелек. Затем нужно выбрать тот актив, который хотите задепозитить. Вот. И нажать кнопочку Supply, то есть и выбрать максимальное, ну, там, или какое-то количество токенов, которые вы хотите задепозитить. Допустим, я попробую положить один USDC токен. После этого нужно убедиться, что, то есть, вам покажет платформа ваш Borrow Limit, то есть, здесь мы видим, что по всем активам Borrow Limit составляет 75%, то есть loan to value. Что это значит? Что, условно говоря, если вы предоставите в качестве обеспечения, то есть, в качестве залога на платформу 1 доллар любых активов, то из них 0,75 доллара будут доступны, то есть, чтобы вы взяли их в займ. Зачем это все придумано? То есть, условно говоря, если вы берете какие-то токены, типа USDT, там USDC, достаточно стабильные стабилкоины, которые знают каждый трейдер, и, ну, вероятность того, что они обвалятся, составляет, ну, очень маленькая, очень маленькая вероятность, то в таком случае, в принципе, возможно, эта мера и не так эффективна. Если мы говорим про какие-то альткоины, такие как ETH, то есть, даже такие популярные альткоины, либо какие-то другие альткоины, которые там есть, тот же токен Solana, то есть вероятность, что этот токен может спокойно дать просадку, там, по 25-30% в течение суток, если будет рынок очень волатильный, и если у вас стоимость вашей долговой позиции опустится ниже той, ниже того уровня, сколько вы предоставили залога, то она будет автоматически закрыта, и вы не сможете обратно получить свои активы, которые вы брали во время займа. Вот, поэтому здесь как бы специально берется такой зазор 25% для того, чтобы покрыть эту волатильность возможную. Вот, и вообще лучше всегда следить, если у вас есть долговые позиции, то нужно как минимум ежедневно смотреть и наблюдать за тем, насколько у вас сейчас покрыты долговые позиции, либо их закрывать вовремя, либо вносить дополнительные обеспеченные, чтобы показатель LTV всегда составлял на 75% и выше. То есть, допустим, видим, что по токену LTV 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 ликвидировано, так что нужно это очень за этим следить очень сильно. Вот, в принципе, после этого мы нажимаем Supply One USD и подтверждаем транзакцию Phantom Wallet. то есть первое, что нужно сделать это заправить транзакцию. Насколько я знаю, здесь нет такой проблемы, точнее, не проблемы, а особенности то, что сперва нужно заправить смарт-контракт, чтобы он расходовал какие-то токены сразу первой транзакции уже расходуют сами токены. Все, мы подтвердили транзакцию, она уже была подтверждена. Она была уже точнее развернута на блокчейне. можно на Solscan посмотреть. Здесь мы видим, что у нас уже буквально я сказал несколько фразов, уже было 23 подтверждения самой транзакции. Сейчас ее подгрузит Solscan в течение ближайших секунд. Все отлично. Мы видим, что она подгружена. Вот, в принципе, видим, что у нас произошла интеракция с различными смарт-контрактами. И вот мы один USDC отправили и получили 0.96 USDC в качестве нашего как долговая расписка обеспечения нашей позиции. то, что мы действительно на платформу что-то за депозителем. Вот. Комиссия составила там смешные 0.005 процентов. Вот. Все. После этого у нас начинает капит наши проценты. Мы сможем использовать данные. То есть мы начали пользоваться платформой. Как взять, допустим, долг? Ну, давайте перезагрузим страницу, чтобы убедиться, что у нас есть какие-то ассеты, которые были предоставлены в качестве залога. И давайте допустим, попробуем взять взаим какой-нибудь токен. Не знаю. Для примера возьмем токен да тот же токен на S&D допустим. То есть мы выбираем borrow и выбираем макс. к сожалению сейчас еще платформа не сейчас нужно включить так сейчас еще раз попробуем сделать великой другой токен попробуем взять так нужно подключить кошелек еще раз почему-то он слетел так ну да вот все вижу мне работает давайте попробуем только на салоне я все-таки хотел изначально взять все нажимаем токен количество максимальное увидим что у нас воровый лимит составляет 0,75 я могу на 0,75 долларов взять любого актива в займ вот там какое-то количество неровное только на салоне я могу открыть на эту сумму долговую позицию вот в принципе есть что я сейчас я сделаю еще раз подтверждаем транзакцию сейчас все подтвердил и не глядя так сказать вот все и можно тоже открыть на салскане посмотреть что там у нас произошло по факту на блокчейне какие изменения с моими кошельками очень нравится что на салскане есть такое понятие как изменение балансов то есть по каждой транзакции прям можно посмотреть какие балансы на каких кошельках изменилось такого например на азерскане нет хотя вроде фича не сказать что прямо суперсложное для исполнения допустим видим что у нас происходили интеракции только с каким-то токеном токеном солэнд то есть вот с одного кошелька на код кошелек небольшая комиссия упала то есть мы видим что есть как бы платформа которая все это хостит платформа солэнд финансы естественно она как бы живет за счет комиссии там составляет что-то 003 или 03 процента от самой сделки вот то есть мы здесь видим что из пула вот пул отсюда ушло 035 токена и у меня вот на мой кошелек где было 0 токенов а стало 035 то есть сюда не пришли вот и собственно говоря это же самое можно увидеть на самом блокчейне все в принципе открыл долговую позицию вот здесь можно увидеть borrow balance то есть здесь можно увидеть то то есть где у меня сейчас обеспеченность находится и насколько я приближен то есть насколько у меня близко к ликвидации где находится позиция вот быстренько пройдусь также по другим продуктам платформы то есть есть возможность фармить то есть еще кроме обычного дистанализованного лейдинга зарабатывать дополнительные проценты API на липидите майнинг и как это работает если мы видим какую такую иконку то мы видим что у нас есть supply API вот он и он составляет там какие-то смешных 054 еще плюс есть rewards то есть это те токены то есть которые платятся пользователям просто за предоставление ликвидности в качестве ревордов то есть и здесь есть разные токены то есть есть токены SLND есть токены луна есть токен даже SLND допустим и токены еще LDO то есть на самом деле прям куча токенов различных есть токен SOCN токен SLND и токен MND И в принципе на самом деле такая интересная штука допустим для разработчиков это как юзкейс они могут здесь залезть и свой токен а также потом еще дополнительно стимулировать раздачу своего гарнерс токена там при пользовании продуктами своей компании то есть условно говоря допустим токен МСОЛ насколько я понимаю честное дело глубокий research но это какой-то деривативный токен солана то есть условно говоря это возможно токен который нужно который выдается там за участие в платформе то есть за участие в стейкинге вот и допустим я могу предположить что на платформе MND данные токены можно получить то есть нужно застейкать токены солана на платформе MND вот и затем их можно еще перестейкать на платформе Soland Finance и получить еще дополнительный API в токенах MND и что в принципе очень достаточно интересно вот в принципе думаю что на этом все если есть какие-то вопросы буду рада ответить всем еще раз привет я продолжаю свой рассказ о Чизус сегодня посмотрим дашборды по основным партнерам и также пройдемся по социальным сетям проекта сейчас на экране вы видите дашборд с Unisweb как мы обсуждали в предыдущей встрече на дашборде обычно изображаются последние транзакции источники информации кошельки и суммы сейчас мы смотрим Unisweb здесь представлен рейтинг 10 самых прибыльных монет за последние 30 дней 10 самых зарабатывающих кошельков дальше мы спускаемся мы можем смотреть листы транзакции когда произошла последняя транзакция адрес хэша где хранится информация тип продавал или покупал данный кошелек в каком блоке она происходила какой какой газ заплатила в каком количестве какой использовался токен на входе и на выходе по каждому из отдельных адресов можно посмотреть какие активности были предприняты тем или иным кошельком в течение года с указанием того зарабатывал он или терял и в каком эквиваленте также можно отсмотреть прибыль в отдельных монетах настроить фильтр по своему предпочтению чтобы отсмотреть более подробно ту или иную статистику у данного кошелька такой информации нету но вообще доступна также информация о том какое время тот или иной кошелек удерживает тот или иной токен дальше идут графики по профиту по прибыли которые тот или иной кошелек имеет и показывается как менялось с этого времени также можно отследить транзакции по их номерам в дашборде можно настроить источник информации сейчас подключена четыре это Uniswap Pancake Swap Trader Joe зайдем на Pancake Swap как вы видите дашборд похоже оформлен разный список монет разный список конечно же кошельков которые подключены но общий функционал такой же можно смотреть в валюте как BNB так и USDT в зависимости от того как вам удобнее считать также по времени можно настраивать по конкретным датам либо за последний час сутки неделю и месяц довольно таки удобный функционал потому что позволяет скоординировать именно те даты которые интересуют чтобы отсмотреть активность не только за последнее время но и за более архивный промежуток времени сейчас я расскажу про социальные сети проекта проект очень живой пользуется YouTube Twitter Telegram и Discord комьюнити везде очень активная в Твиттере постоянно ведутся анонсы различных активностей для комьюнити которые подогревают интерес пользователей видите на экране сейчас анонсы выступления представителей проекта призыв к дополнительной активности опросы мнений это все позволяет удерживать внимание 82 тысяч пользователей в Телеграме в чате также ведется активная переписка служба поддержки отвечает на вопросы потенциальных клиентов либо текущих пользователей таким образом Chizus выглядит как довольно таки живой активный проект который активно прислушивается к своему комьюнити и учитывает его пожелания при добавлении и развитии функций в дашбордах на платформе на этом у меня все если какие-то вопросы да спасибо большое хорошо